Когда летишь из космоса, не видно же, что происходит в отдельном месте. Точно так же, как из отдельного места вы не видите космоса. Мы все время видим какую-то часть. И в мире происходят глобальные, фундаментальные изменения. Они не связаны с коронавирусом. Коронавирус просто лупа увеличительная, которая выявила какие-то вещи. А многие вещи, кстати, еще не выявила. А они уже есть и действуют. Мир меняется. И это не связано с какими-то конкретными технологиями, какими-то конкретными политическими решениями. Это связано с общей динамикой развития. В свое время был такой знаменитый футуролог Элвин Тофлер, который сформулировал теорию трех волн, которые пережило и переживает человечество. Аграрный, индустриальный и информационный. И он предполагал, что мы подойдем к финалу своего, к апогею своего рассвета, так сказать, как раз на информационной волне. Но особенность этого, его подхода, делить-то людей можно на темные века, средние века, возрождение этих греков, римлян, египтян, вавилонян и прочее, прочее, прочее. И куча других цивилизаций, других в других частях света. Особенность его деления состоит в том, что он говорит, в каждой фазе из этих трех человек становится принципиально другим. И это, правда, аграрный человек, это с эпохи собирательства, считайте, до середины XIX века, а то и под конец XIX века. Это аграрный человек, он совсем по-другому мыслит, он живет в других горизонтах, он религиозный, он не амбициозный, он привязан к месту, и так далее. Это совсем специфическая такая, вообще другая жилища. Вот индустриализация, она дала, так сказать, всем живости, все перемещаться стали, образование стало расти, тотально расти образование. Мы просто не представляем, какой уровень этого образования это с вами уже все оказывалось. Это был другой совершенно человек, он революции строил, он войны провел, две мировые, понимаете, это не тот же человек, который там на селе, понимаете, а потом они собрались в компании с рыцарем Львиное сердце, понимаете, и копкомпании из 20 человек куда-нибудь там отправились, после чего сложили легенды, вот такие, ого-го. Да, и другое, тут прямо месиво, понимаете, травим газом, роняем атомные бомбы, такой человек живенький, великая депрессия в Америке, революция у нас, репрессии, черт в ступе, это индустриальный человек. Вот, индустриальный человек отличается от человека информационной эпохи ограниченностью информации, потому что что такое власть вообще? Власть, это всю жизнь была в этом мире, это владение информацией. Те, кто знал больше других, те и могли, так сказать, управлять остальными. И это всего касалось любого духовного мира, ну так, скажем, религиозных этих историй, государственных и прочее. Это все, банки всегда так существовали, Медичи, хоть никто, кого угодно. Вот, Микки Авелли и вся публика. Вот, информационная эпоха изменила людей, потому что все получили равный доступ к информации. Ну, то есть он неравный, конечно, но все более и более, при этом уже тоталитарные какие-то истории невозможны, понимаете. Люди могут самоорганизовываться, у них есть какое-то мнение, возникают вот всякие разные новые институты, уже не элиты всем правят, а уже как бы большие человеческие массы принимают в этом решении. Но мы недолго прожили информационной волне. Мы с вами влетели сейчас в новую волну, волну цифровую. Это Тофлер даже в голову не могло прийти, что такое случится. И вообще мало кто подразумевал, что настолько это радикально изменит вообще людей. Но понимаем ли мы, что с нами происходит? Понимаем ли мы глубину этих изменений, которые у нас сейчас возникли, за счет того, что мир стал виден нам через экран смартфона, то, что появился интернет. Это уже новая история, это не информационная волна, это цифровая волна. То, что у нас стали появляться наши собственные двойники в различных системах, от телефонных биллингов, заканчивая социальными сетями. Потому что это же данные, которые о нас что-то говорят, и говорят многое, зачастую значительно больше, чем мы сами можем о себе сказать. Потому что мы же определяем сами себя всякими разными внутренними нарративами. А данные, вещи, как говорят, факты, упрямые вещи. И в этом смысле формируются наши двойники. Мы сами меняемся в своем восприятии реальности, потому что мы начинаем принимать вот те образы виртуальных, виртуальных, как бы, всех историй, любых собеседников в ваших социальных сетях. Мы их начинаем воспринимать за реальных, друзей ваших в разных этих вот в фейсбуках там и прочее. Мы их начинаем воспринимать за реальных, а это же все мифы и легенды Древней Греции. Хуже того, понимаете. Мы живем просто в мире, оторванном от прежней системы организации всего нашего мироустройства. Раньше все в этом смысле было совсем по-другому, и человек был другой. Его формировали насилием. Насилие – это был основной метод воспитания. Я, прошу прощения, я через это, так сказать, прошу. Еще деликатно. Это же было что? Порки, углы и прочее, прочее, прочее. И так систематически. Это был систематический подход. Воспитывали. Что-то ты сказал, что тебе не положено, и ты, так сказать, вот. Потом же все, вот это мы переходим в мир, где дети цветы жизни, вот это все, что хотят, то и делают, и так далее. Сейчас никто не знает, что с этим делать совсем. Так никогда людей не выращивали. Ну, может, выращивали где-нибудь, в каком-нибудь конкретном месте кого-нибудь одного. Он становился потом царем-психопатом, и его убивали там, слеганца Павлушу I, Павлушу III, II, IV, понимаете. Да. А так-то все же были. Мы никогда не жили в мире, где люди бы были воспитаны без насилия. Я против насилия, чтобы было понятно. Я не поддерживаю. Но, а мы ожидали-то, как мы будем жить? А вот мы ожидали, что вообще нету больше никакой приватности. Ну, нету. Этот вот год вам показал все. Я не буду все примеры приводить, но если нужно на кого-то что-то собрать, организовать, то вообще тьфу. Это просто этих данных, никому мы не нужны. Кто-то будет нужен, вокруг него сразу начнут все собирать. А остальные просто, если про него не собирают, он ценностей не обладает. Ну, то есть ее собирают, просто она никому не интересна, валяется. Информация. Вот. Все можно, да. Никакой приватности. А раньше приватность была ключевой вещью. Что такое? Не выносите ссор из избы. Вы, конечно, слышали это? Часто слышали в последнее время. Вот я вам должен сказать, что еще лет 20 назад вынести ссор из избы была катастрофа. Потому что, а что скажет княгиня Мария Алексеевна, понимаете, или как там ее звали? Потому что это было, все должно было быть приватно. Сейчас никакой нету приватности. Мы просто абсолютно, а как вот функционировать в неприватности? Как могут быть авторитеты в неприватности? Теперь все имеют мнение. Все, что имеют мнение. Раньше, вот понимаете, было несколько мнений, и они друг с другом конкурировали. Была дискуссия. Как может быть дискуссия, как у всех свое мнение? И они имеют на нее права. Я не против. Я только за. Я у меня тоже, видите, мое мнение. Я же могу высказать все. Никто мне не запрещает. Да. И все, соответственно, и все теряет шум. Возникает шум информационный. Понимаете? И люди, не имея возможности ни за что зацепиться, получить аргументы, начинают исходить просто из своих собственных мнений, ощущений, состояний и так далее. И дальше это получается такое вот много наивных представлений о реальности. Никто никогда не жил в таком мире, в котором не управляем, в котором абсолютно он прозрачен, в котором люди не боятся. Что такое воспитание насилием? Это страх. Страшно. Вообще, в принципе, голову поднять. Вот тебе сказали, как действовать, и все. А потом даже страшно думать. Все, сейчас. Все. Все имеют мнение, нету авторитетов, нету звезд. Звезды есть, но они смешные. Он не только прозрачный мир, он трансгрессивный. Такой раньше был философ, философ, баталь такой был, французский тоже. Он все проповедовал, трансгрессивность, нарушение границ, переход вот это, свободу все искали. Понимаете, сейчас нашли. Там такая ужас же. Все людям некомфортно. И это новая опять реальность. А как жить? Мы никогда не жили в конструкции, когда можно было нарушить границы. Через двойную сплошную, и, как бы сказать, и ничего, и нормально. Я это к тому, что когда мы сейчас вошли во время, когда, если раньше, мир управлялся вот этими всеми институциями, я не за них. Я вообще, я просто, как это, летописец. Не этот. Но то, что бружуи обещал. Вот. Да. Понимаете, все институты рушатся. Институты авторитетов. Раньше кто авторитетами были? Учителя, там, военные, эти как, врачи. Сейчас много? А сейчас кто? Даже Гудков не авторитет, как бы, хотя все должны знать. Вот. Да. в третьем году институции утратились, да? Государственные. Ну, то, то, что это вот было сейчас в Америке, выборы? Смешно было, ну, правда. Вот. К чего они делали? Пол Америки голосуется, одного психа, пол Америки голосуют против этого психа. Вот они, одни за Трампа голосовали, потому что за Байдена кто-то голосовал. Ха-ха. Нет. Голосовали против Трампа. Ой, Господи, Боже мой. Черный. А вот это гендеры. Уже не разобраться. Не разобраться. Сейчас. Тим Кук. Тим Кук сказал, знаете, Тим Кук, он руководит компанией Apple. Меня показывают сейчас по Apple. Я говорю, это не Apple. Теперь к нему надо обращаться оно, хи. Хи, да, или как там. Ну, вот, или оно, вот он бинарный, небернарный, вот, небинарный стал теперь. В поддержку, так сказать, всей небинарности. Черт, это как раньше могло быть? Вы такое бы сказали, вас бы закрылись бы сразу. Это нарушаешь порядок. А сейчас можно все что угодно. Объявить, другой пол себе придумать, этот, как его, все что угодно. Братья, сестры Ванчевские. Красная таблетка. Вы думаете, мы что, ушли от темы? Нет, мы тут, все на месте. Я как раз какой-то экстремиал посмотрел, последний, это вообще был трэш какой-то, неисусветный. Вот. Ну, все, мегалмоническое такое, манее, любители. Вот. Да, так в общем, мы никогда не жили в мире. Да, вот из институции упали. Вот институции. Дэниел Дэнетт, это говорит, что, это самый такой сейчас великий, из здравствующих философов, философ сознания, Дэниел Дэнетт, институции нету больше, они больше не работают, да, потому что нету насилия, нету приватности, нету ограничений, нету давления, нету того, всего, пятого, десятого, все распадается. Вот. И почему так важно, почему красная таблетка имеет такое большое значение? Красная таблетка, книжка про то, что мы собой представляем на самом деле. Она важна, потому что после того, как начинаются разрушаться все эти институции, мы естественным образом больше не на что нам опираться. Нету идеологии, нету господствующих дискурсов и так далее. Мы должны вернуться к себе. Ну а что мы про себя знаем? Если наше сознание нашлепка на все, что мы с тобой представляем на самом деле. Наше сознание — это нарративы, которыми мы объясняем свою жизнь. Вот. Это не мы сами. Мы сами, понимаете, черт знает себя, как ведем в этих социальных экспериментах. Хотелось бы лучше обыть о себе мнение, но оно не так. Вот. В общем, короче говоря, институты, все, что мы раньше представляли собой, все, что было каркасом нашего общества, авторитеты, эти вот как бы социальные какие-то касты, да, вот там были у нас в Советском Союзе очень рабочих уважали, но никто рабочими быть не хотел. Все хотели, так сказать, чтобы в институт отдать и все нормально, высшее образование получить и человеком стать. Вот. Но пролетарии были, конечно, ключевым. Вот. Но никто не хотел в пролетарии специально. Не рвались, так сказать. Мне говорили, будешь вот это плав, пойдешь дворником работать, учиться, если будешь плохо. Сейчас кого-то пугают, так нет? Я думаю, нет, потому что дворники другие люди теперь. Вообще просто приехал, но целая цивилизация, так сказать, въехала и не только у нас, но все в мире, потому что у всех разные заехали цивилизации и оказывают вот эти вот услуги, которые, которыми раньше пугали этих вот нас. Так вот, я к тому, к чему, что раньше, я не за это, я просто объясняю, раньше люди были ограничены вот этим давлением, этим дефицитом информации, этой необходимостью соблюдения приватности, там и так далее, и так далее. И это вот, и это как эти, как которые держат вот все, чтобы не разъехалось. Вот книжки для книжек, знаете, так выдержат, книгодержатели. Ну, неважно, но все поняли. Вот, да, а тут раз, и оно все разъехалось. И, понимаете, все, что у нас осталось с вами, это знание о человеке. и оно может быть не слишком как бы такое, оно, во-первых, оно может быть нелицеприятное, но, собственно, чего с ним поделать, такое, какое есть. Вот, а второе, что связано с этим, это то, что оно не может быть нами подчеркнуто из нас самих. Потому что, когда человек начинает о себе рассказывать, что я то-то, я такое-то, а я вот это, вот, это он, как бы, это его личное мнение. Вот, а есть диагноз, диагноз Homo sapiens, вот, мозг ленивый, любит автоматизмы, любит калории, вот, и так далее. Вот, все что угодно. Да, в общем, короче говоря, надо понимать, вот, этот вот, все, что происходит вокруг, и вся эта сумятица, какая-то бессмыслица, и вот эта вся шурум-бурум, этот происходящий вокруг, вот, вся эта культурная революция, гендерная революция, социальная революция, политическая трансформация, там, и так далее. Я просто к тому, что вот эти изменения сейчас набирают такую скорость, что мы в какой-то момент думаем, где мы находимся, что происходит, как быть, пола нету, обязательств нету, экономика совсем другая, не работает. А вообще, что нам работать, сейчас еще лет 10-15, и все, этот базовый, безусловный доход будет, понимаете, будут выделять, а что, сейчас американцам, сегодня новость, каждому американцу дать по 600 долларов. Средняя зарплата по России сколько? 300? 150? Я не в курсе. Но небольшая. А тут раз и всем. Просто, что, а какая разница, если все искусственное уже, все уже роботы делают. Ну, главное, чтобы люди не бесились, а то они выйдут на улицу и устроят Black Lives Matter. А чтобы они сидели по домам, надо дать по 600 долларов. Они дали по 600 долларов, все сидят. Чуть-чуть у них заголодают, они выйдут. И вот, и как с этим управляться? Это же вообще непонятно как. Вот, и просто мир меняется, мы не понимаем как. Он меняется, вот просто турум-бурум. Вот. Семья, дети, государственные институты, финансы, экономика. В чертов ступе, все меняется. Вот. И единственное, единственное, что у нас есть, это вот мы сами и наши способности к мышлению и способности организации в этом нарастающем хаосе. в этом нарастающем хаосе. Спасибо.